Так, у нас началась запись. Рад со всеми, в общем, познакомиться. Итак, расскажу свой опыт, как вообще я пришел в мир инвестиций, в мир онлайн-бизнеса. Смотрите, я уже как три года живу в Турции. В 2009 году я, как и многие люди, мечтал работать на себя, а не на дядю, и открывал различные бизнесы. Начинал я с маленьких магазинов, сувениров и подарков. Родом я из маленького городка Нижегородской области, город Саров, где численность населения всего-навсего 100 тысяч. И начинал я с самым таком простом бизнесе, традиционный бизнес, это сувениры и подарки. Ездил в Москву, закупался оптом и выставлял у себя на витринах и продавал. После этого смотрю, что как-то в кармане это особо сильно не ощущается, и начал дальше развиваться. Было модно в то время еще продавать сотовые телефоны, скупать их там бэушные, дешевле, продавать их дороже. И тоже этим занимался. И тут уже более-менее в кармане стало что-то ощущаться. Также был опыт у меня ведения своего магазина «Это окна-двери». Была своя команда людей, которые занимались также ремонтом и установками этими дверей и окон. И плюс еще я очень сильно фанатею от мототехники, нашел выходы из Японии, с аукционов напрямую покупал мототехнику. Потом мне ее транспортировали в Нижний Новгород. В Нижний Новгород ездил из своего города и привозил их в свой маленький городок. Была своя ремонтная база, где мы занимались ремонтом и продажей. Наступает 2017 год, и я понимаю, что я занимаюсь чем-то не тем. И думаю, блин, ну как-то люди же зарабатывают больше денег, чем я. Как-то люди путешествуют больше, чем я. На то время я как бы особо сильно не путешествовал. По-моему, один раз всего лишь был в Индии, один раз всего лишь был в Турции. А мечта у меня всегда была с детства – это жить где-то на берегу моря. И поэтому я, как и все, наверное, многие из нас, залез в интернет и начал искать успешных людей, которые могут себя также чему-то научить. В то время это был ВКонтакте, очень сильно развит. И я там искал разных людей и наткнулся, соответственно, на нашего семьи, кто его знает уже, кто является партнером компании – это Денис Тищенко. Я просто банально ему написал, типа, блин, чувак, привет, расскажи, чем ты занимаешься. Ну, я смотрю его крутые посты, я смотрю то, что он очень успешный. И на то время он мне там говорит, я занимаюсь онлайн-бизнесом. Еще крипта особо сильно не такая была развита онлайн-бизнесом и сетевым маркетингом. Для меня это вообще были какие-то там сверхнепонятные слова. Но я решил попробовать и тем самым стал сотрудничать с того времени с Денисом. С 2017 года я с ним познакомился. В 2017-2018 в онлайне я заработал за это промежуток времени, наверное, либо столько же, либо чуть больше, чем с периода 2009 по 2017 год. И я понял, вот оно, вот он успех. Все деньги мира, они находятся в интернете. Поэтому я как бы понял, что нужно фокус именно бить в эту планку, и, соответственно, еще результат будет гораздо у меня круче. Я закрываю все свои бизнесы, что-то продаю, что-то просто закрываю. В общем, я понимаю, что если я буду и там, и там, то особо результата мне не видать. Я должен быть в определенном именно месте, бить туда фокус, тогда будет результат. Закрывал все бизнесы и ушел как раз именно в онлайн, в онлайн-сетевой маркетинг. На меня много людей показывали пальцами, типа я занимаюсь ерундой, я занимаюсь вообще непонятно чем. И сейчас вот я это оглядываюсь назад, смотрю на тех людей, которые мне это говорили. Блин, мне, если честно, их очень сильно жалко. И, с другой стороны, мне также и смешно. Где сейчас я и где они, ну, это разные вообще просто уровни жизни. Вот. Некоторые там до сих пор живут со своими родителями, что-то вещают. Там сзади висит ковер такой, знаете, у всех там в свое время они висели на стенах. И вот они до сих пор так и живут. Вот. Поэтому я понял, что в онлайне деньги есть, в онлайне бизнесе. И, соответственно, ну, гораздо здесь больше перспектив. В общем, как попал я в компанию MediaChain? Ну, как вы все уже поняли, то, что, ну, вообще, как в нашем мире это все устроено, люди не идут на компанию. Может, вы сами уже это увидели, уже сталкивались с этим моментом, когда вы просто рекламируете компанию и говорите, идем сюда. Если даже прямо это супермощная компания, как наша компания MediaChain, люди еще, когда вас не знают, они особо так и не идут. Да? Хорошо. Вот. Соответственно, люди идут не на компанию, а люди идут на людей. Ну, и как раз в MediaChain меня позвал, соответственно, Денис и сказал, Коль, мы открываемся, будет у нас своя компания. Еще она называлась у нас вначале MediaCoin в то время. Вот. И скинул мне просто презентацию, и я особо долго не застрял на этом внимании. Я понимаю это. Ну, я знаю этого человека лично. Благодаря ему как раз я изменил. У меня жизнь полностью вся поменялась. Благодаря ему я вышел на свои вот сейчас в данный момент хорошие доходы. Благодаря ему я живу за границей. И, соответственно, ничего, братан, как говорится, давай ссылку, я регистрируюсь. Вот. В то время еще компания была у нас очень сырая. И она еще называлась, да, как я говорил, MediaCoin, потому что в основном весь акцент у нас шел именно на монету. То, что монета, старт монеты был 15 центов, и она будет расти по определенной своей экономике. Вот. Есть пассивный доход, есть также активный доход. Все окей, развиваемся. Ну, и, соответственно, я применяю все свои там навыки своего сетевого маркетинга. Строю здесь свою команду. Не так она сначала... Нет, сначала я скажу так. Она прямо вот так вот у меня начала взлетать, структура. Потом резко падать. Потому что на рынок выходят другие разные хайп-проекты, там, пирамидки и так далее, где вам предлагают 25-30% в месяц. И люди, которые ко мне заходили изначально, они уходили туда, говорят, о, да мы тут сейчас заработаем. А потом вот так вот все это дальше пошло вверх. Потому что люди там теряли деньги, а мы здесь бьем фокус в одном направлении, как я говорил ранее, и зарабатываем. И поэтому, когда я начал бить в этот фокус, именно в это русло, таким образом, конечно же, и команда у меня стала расти. И уже вхожу в топ-30 партнеров данной компании. Опять же, возможности данной компании, это не только мы разговариваем о деньгах, но все равно сюда люди, 90% людей изначально все идут на деньги. Потому что все хотят пассивный доход, все хотят устроить свои деньги так, чтобы деньги работали на вас, а не вы на деньги. Ну и компания MediChain как раз нам это и предоставляет. 10% от вашей любой инвестиции вы здесь получаете стабильно каждый месяц. Это первый момент, да, возможности компании. Второй момент, возможности компании, что немаловажно, это, конечно же, обучение. С нами сотрудничает всеми известный и уважаемый бизнес-тренер, как Ицкак Пентусевич. Если, кстати, кто здесь из присутствующих не знает, вот прямо сейчас зайдите в гугл, бейте и посмотрите, кто это за человек. Я лично был у него на двух офлайн, вру, я был у него на трех офлайн обучениях, два из которых это было у нас компания MediChain. И один раз я был на его выступлении, которое проходило Москва-Сити. Это просто очень крутой чувак, вот честно вам скажу. И даже каждый партнер, зайдя в нашу компанию, проинвестируя всего лишь на всего 50 долларов, вы уже получаете его онлайн обучение стоимость от полторы до двух тысяч долларов. Ну блин, где такое видно было, я не знаю. После которого реально вас изменится, как и просто ваша жизнь, как ваши семейные отношения. И так же будет хорошо строиться ваша командная структура. Почему я это говорю? Да потому что я и прошел его и офлайн, и онлайн обучение, и после этого я реально увидел вот эти вот результаты. Так, тут у меня чат можно пока скрыть. Обучение, да. Следующий момент, это опять же, что немаловажно. Ну, как я говорил, то, что я вот и люблю жить на берегу моря, люблю, соответственно, путешествовать. И компания MediChain нам тоже это предоставляет. Таких партнеров, которые выполняют различные промоушены, они у нас, ну чуть ли не каждый месяц. Это помимо там крутых подарков, айфонов, там макбуков, даже там ролицев, крутых золотых браслетов компании MediChain, которые ты переворачиваешь. У вас здесь значок биткоин. Я, кстати, сейчас вот из Турции куда не прихожу, меня смотрят на этот браслет и такие, о, ты типа криптой занимаешься. Я говорю, ну да, да, да. Переворачиваю браслет, говорю, Mediacoin. Еще есть у меня толстовка, там тоже Mediacoin написано. Я говорю, вот это наша компания, и мы ее развиваем. Вот, подарки, да, я сказал, и путешествия, опять же такие, не просто вы там выиграли какую-то путевку, и вы поехали там с семьей. Нет, это уже неинтересно. Вот знаете, ну неинтересно. Интересно, когда ты вот своей командой приезжаешь в какой-то крутой отель, не просто там побухать, погулять, а именно с утра до вечера ты там на каких-то тренингах и так далее, вечером движуха. Вот это мощно. Вот это комьюнити, это самое главное. Помимо, я скажу, еще вот этого общения, есть еще также вот это крутой комьюнити, то, что это люди все осознанные, которые сюда пришли в этот бизнес. Это не буду, я говорю, что типа, ой, вот этот вот человек, он там занимается криптой, типа, и это круто, а вот этот человек, он там криптой особо сильно не занимается, это плохо. Нет, каждый человек здесь, который приходит к нам в компанию, он по-своему уникальный. Поэтому здесь получаешь различные инсайды. На примере по крипте я скажу так, что за год, пока я в компании, ну, это чуть больше, да, я зашел сюда 3 декабря. 3 ноября мне позвали на старте компании, 3 декабря я уже сюда зашел полноценно, стал работать. За вот это промежуток времени я получил два инсайда по монете. Монета Луна, все, кто знает, следят за мной в Инстаграме. В Инстаграме видели, я выкладывал пост, когда просто я словил на инсайде от Дениса, опять же-таки Тищенко, да, по монете Луна. И с 900 долларов за одну лишь всего лишь ночь я заработал там 20 тысяч баксов. Вот раз инсайд. Опять же-таки, если бы не был в медиачейне, не общался бы с людьми, которые приближены к этим темам, я бы столько бы не заработал. Второй момент. Монета Кейсо, которую мы заходили прямо на днях, тоже был один инсайд от одного из наших партнеров. Опять же-таки, проинвестировал всего лишь 640 долларов в монету, по-моему, я забрал на выходе там, по-моему, 9,5 тысяч долларов. Ну, круто, круто. Вот такие вот минимальные, можно сказать, возможности, которые дает компания медиачейн. Плюс ко всему, компания вообще развивается именно на трендах, которые сегодня у нас есть в нашем мире. И, соответственно, если кто еще не смотрел фильм, первому игроку приготовиться, обязательно посмотрите. Где там люди одевали виртуальные шлемы и там были в метавселенной. И все, когда посмотрели этот фильм, думали, ой, вот это, наверное, какое-то будущее. Нет, ребят, это уже не будущее, это уже настоящее. У нас в компании есть своя метавселенная, где мы просто одеваем Oculus, если вы не знаете, такой шлем, VR-шлем. И вы можете ходить уже по нашей NFT-галерее. Наша компания также сотрудничает с различными медийными личностями. Под них дел выпускает различные NFT-коллекции. И это не просто NFT-коллекция, какая-то цифровая картинка, как на известной площадке OpenSea, где ты покупаешь непонятно что, кота в мешке, она может стрельнуть вверх, может и не стрельнуть. И больше ничего. В нашей NFT, это NFT с действиями, это можно прикоснуться именно к медийному человеку, который с нами здесь сотрудничает. Кстати, немножко попозже об этом расскажет еще Юра Карпенко. Как раз мы сейчас ведем переговоры с очень известным одним медийным человеком. С нами уже много сотрудничают, опять же, такие известные. И сотрудничают не только медийные личности стран СНГ, но еще и зарубежные. Различные певцы, футболисты, блогеры и так далее. Это очень круто на самом деле, потому что, ну вы сами представьте, вот у вас есть кумир, какой-то там блогер или какой-то там певец. И вы не можете, нереально обычному человеку к нему сесть за стол и с ним, например, поужинать. Медиачейн сделает это за вас. Медиачейн выпустит под него NFT-коллекцию. Вы купите определенное количество этих картинок цифровых. Говорите, у меня вот есть ваша коллекция. Все, этот человек обязан вместе с вами, к примеру, провести вечер там за одним столом. Круто? Круто. Так, какие еще у нас есть возможности с компанией Медиачейн? Это еще у нас обучение именно торговли на криптобиржах, заниматься криптотрейдингом. Это сейчас очень вообще популярно и это реально тренд, потому что, ну, на таких, на криптотрейдинге можно зарабатывать, ну, баснословные деньги. Опять же таки, вот вернемся ко мне, как на Луне. С 900 долларов я заработал 20 тысяч долларов всего лишь на всю за ночь. Посчитайте сами эти проценты. Это больше там, сколько там, тысячи процентов, наверное, да, получается или сколько. Не знаю, сейчас не буду открывать калькулятор. У кого есть, под рукой калькулятор, посчитайте мне, напишите здесь. Вот. Я хочу. Окей. Вот. И поэтому на криптотрейдинге можно зарабатывать баснословные проценты, чем и как раз занимается наша компания Медиачейн. Во главе именно по торговле это Денис Тищенко, который уже, наверное, обучил более пяти тысяч человек именно криптотрейдингу. И я знаю многих учеников лично его. Сам я тоже обучался, но я не фанат там сидеть за компьютером, много там следить, рисовать графики. Возможно, в будущем этим тоже буду заниматься. Но я понимаю то, что этот человек реально хорошо торгует. Просто реально хорошо торгует. И даже компания Медиачейн уже есть раздел у нас в кабинете трейдинг, где показаны сделки, которые заходят. Даже на эти сделки можно заходить. Опять же таки, кто следит за моим инстаграмом, я недавно показывал сделки, где на монетах я заходил там. Ну, я не на большие деньги заходил, но заходил и делал там 230%. Буквально там, ну, я не знаю, за несколько часов. Ничего не делай, просто зашел в сделку, в телефоне потыкал. Через какое-то время я зашел, закрыл сделку, забрал свою прибыль. Нам компания выплачивает всего лишь на все 10%. Это я отвечаю на тот вопрос, откуда же деньги у компании. Да вот отсюда. Вот трейдингом занимаются, зарабатывают баснословные проценты, а нам, партнерам, выплачивают на полном пассиве 10% от нашей инвестиции. Хочешь зарабатывать больше, и здесь это тоже возможно. Рассказываешь о возможностях. Вот сейчас, как я с вами делюсь, вот прям чисто, вот от чистого сердца, я с вами разговариваю о данной компании и рассказываю. Поделился с человеком такими возможностями, да, показал там все, рассказал. Человек заинтересовался, человек зарегистрировался под тобой, сделал какую-то инвестицию, и тебе компания заплатила какой-то определенный бонус. Вот, поэтому в дальнейшем чуть-чуть позже тоже расскажем. На вопрос, почему я выбрал эту компанию, я думаю, я его уже ответил, но хочу еще раз продублировать. Ребят, когда вас человек зовет в какой-то бизнес, и благодаря этому человеку вы изменили свою жизнь, не в худшую сторону, а прям в лучшую, прям вот не x2, а x10, вы за этим человеком пойдете? Вот себе ответить на этот вопрос, я думаю, пойдете. Вот и я поэтому иду. Я этому человеку доверяю, я доверяю этой компании. Я разобрался в этой компании и понимаю, как она устроена, и что нас еще ждет. А ждет нас еще впереди. Стейкинг, различные лаунчпады, где будут создаваться определенные какие-либо там монеты, проекты, и они будут размещаться на нашей площадке MediaChain. Почему? Да потому что у нас с вами огромная осознанная комьюнити. У меня пока все. Наверное, я передам теперь слово нашему Юрию Карпенко, который заведует офисом в Питере. Кстати, дайте, пожалуйста, обратную связь. Там плюсики, минусики. Как вам еще? Вообще было меня слышно? А то, может, сам с собой тут разговариваю. Ладно, передаю Юрию Карпенко слово. Юр, включай звук. Да-да-да, я включен. Ну что, дорогие друзья, всем привет. Давайте знакомиться с кем не знаком. Меня зовут Юра Карпенко. Я являюсь топ-лидером компании MediaChain, а также блогером с общей аудиторией по всем социальным сетям. Чуть больше полмиллиона. И сейчас хочу затронуть такую тему, как попасть в топ-30. На самом деле ничего сверхъестественного и какой-то волшебной таблетки здесь нет. О, что-то я выключил. Ничего сверхъестественного нет. Просто нужно действовать, делать результат, идти к своей цели. Я, когда сюда зашел, в компанию в декабре месяце зашел как инвестор. Только проинвестировал. И ничего больше не делал. То есть никого не приглашал, никак не развивал именно свою структуру, свою сеть, так скажем. Но в один прекрасный момент летом я рассказал своему знакомому, что я вот здесь вот, я проинвестировал, получаю доход. Вот у меня такие результаты здесь. И он решил присоединиться, проинвестировал. И я получил бонусное вознаграждение. В этот момент я понял, что как бы мой друг сейчас доволен. Он радуется, поблагодарил то, что я его сюда пригласил. И я еще с этого получил бонусное вознаграждение. То есть я сделал ему хорошо и себе сделал хорошо. И в этот момент я понял, что, блин, а почему бы мне сейчас не развивать свою сеть и не увеличить свой доход еще и со стороны активного дохода. И вот именно в этот момент и, так сказать, начался мой путь в сетевом. До этого момента я никогда не был в сетевом бизнесе. Это первая компания. И я считаю, что у меня достаточно хороший результат за такое короткое время, что я в октябре уже обсуждали мы именно открытие офиса в Питере. И в октябре же я попал в список топ-30 лидеров. Поэтому, наверное, просто нужно желание, нужно действительно хотеть не слушать никого. Потому что на моем пути встречались такие, кто мне говорил, что Юра, куда ты лезешь? Это пирамида. Юра, зачем? Юра, вот так, Юра, вот это. Но Юра умный мальчик, и он знает, чего он хочет, куда он идет. И поэтому он никого не слушал и пер как танк. У меня, в принципе, такая же история именно и связана со спортом. То есть, когда я там решил готовиться по бодибилдингу, я двукратный вице-чемпион Питера, вице-чемпион России, участник Олимпии, победитель разных турниров. И вот сейчас, кстати, я опять готовлюсь. То мне, многие ребятам, даже мои друзья, знакомые говорили, куда ты лезешь, это не твое, у тебя ничего не получится, ты не выступишь. И так далее. И сейчас, в принципе, то же самое я это слышал в начальном пути. Но потом все это меньше и меньше происходило. То есть, люди уже понимали, что они в какой-то момент были неправы, что они видят результат, они видят, какие у меня успехи. Я не боюсь предлагать, например, это миллиардеру Алексея Сергеенко. То есть, это уровень такого. То есть, мы понимаем, что это друг Игоря Рыбакова, это миллиардер, такая медийная личность. Но я к нему приехал лично, поговорил и предложил ему, давайте подготовим БАМ и НФТ. И, соответственно, он сейчас пишет картину. В июне месяце будет СМИ, будет презентация этой картины. Где он ее утилизирует. И, соответственно, она будет только в цифровом виде. Будет его НФТ. Вот. И точно так же вот сейчас Коля затронул тему, что мы сейчас ведем переговоры с одним человеком медийным. Я уверен, что вот здесь у нас сейчас 170 человек. И каждый из вас его знает. Это Костя Цзю. То есть, я вышел на него, мы с ним списались. И сейчас обсуждаем возможность того, чтобы сделать ему НФТ. В общем, точно так же я прошелся по своим друзьям, по блогерам, там, Артем Тарасов. Ну, в общем, разные блогеры. И начали присоединяться. То же самое можете сделать и вы. То есть, каждый человек. Просто я, например, поставил себе цель писать в день 20 сообщений сетевикам, 20 сообщений инвесторам, 20 сообщений медийникам. То есть, мне в один день может никто не ответить. Во второй день никто не ответит. Но в третий, в четвертый, в пятый, то есть, я в любом случае получу обратную связь, фидбэк. То есть, ну, бить в одну стену, то есть, в любом случае будет результат. Поэтому, если хочешь в топ-30, то в любом случае ты там будешь. Нет какой-то волшебной таблетки. Я уверен, что Гагарин тоже, когда хотел в космос, что тоже кто-то в него не верил. Но он добился того, чего хотел. Поэтому все зависит от нашего настроя, желания, цели. И в любом случае будет результат. Я вот люблю сейчас говорить то, что любое действие равно результат. Поэтому вот. Так, ну и что? И следующая тема – это как выйти на доход 10 тысяч долларов. Здесь есть два варианта. Первый вариант – это максимально самый простой, но, наверное, не у всех есть возможность. Это мы можем проинвестировать 10 тысяч долларов и ежемесячно получать тысячу долларов. То есть, мы вышли на доход уже тысяча долларов. В любом случае, это гораздо круче, чем открыть кофейню, открыть какой-то магазин, я не знаю. Потому что здесь стабильно. И, то есть, ты хотя бы спокоен. Тебе не нужно делать какие-то закупки, я не знаю, следить за… В общем, традиционный бизнес. Я просто не люблю. Вот. Поэтому это что касаемо именно пассивного дохода. Но точно так же можно и выйти на доход и тысяча долларов в первый месяц. То есть, я, например, когда только начал летом развивать, то вот у меня есть скрины, Коля об этом знает, за первые пять дней я заработал 39 тысяч рублей. Не знаю, сколько это в долларах, но чуть меньше там тысячи долларов, да, получается. То есть, опять же, это мое желание. Я очень хотел, мне нужны деньги, я хочу развиваться, я хочу расти. Поэтому я считаю, что за короткое время мне удалось это сделать. Так что можно искать партнеров, искать клиентов, изучить компанию, презентовать ее, рассказывать. И в любом случае будет результат. И в первый же месяц я готов поспорить, что если человек будет все делать правильно, у него будут гореть глаза, и он будет постоянно что-то делать, он в любом случае выйдет на доход тысячи долларов. Естественно, что сейчас вам какого-то такого секрета я не расскажу, что надо сделать вот так. Вот так все очень просто. Берешь и делаешь. Это как в спорте. Если ты хочешь красивое, подтянутое тело, то ты просто не жрешь фастфуд и ходишь на тренировки. То же самое и здесь, в работе. Если ты хочешь доход, ты берешь и делаешь для этого простые действия. Ищешь партнеров, рассказываешь. Собственно, вот так вот. Сказать, что я счастлив, это, наверное, ничего не сказать. Безусловно, просто поменялась жизнь на 360 градусов. Или правильно говорить, на 180. Я занимаюсь своим любимым делом. Я снимаю видео, я пилю контент и занимаюсь спортом. Но в тот же момент я приезжаю на свою любимую работу, где я сам себе начальник, где здесь каждый сам себе начальник, где мы делимся своими результатами, ставим новые цели, ставим задачи, где приезжают молодые ребята к нам на презентацию. Мы рассказываем, мы видим, как у них горят глаза. Что может быть еще лучше, когда к тебе присоединяются ребята и они идут за тобой и хотят точно так же, как и ты, какой-то новой ступеньки и нового успеха. Поэтому это очень круто. И я не знаю, сейчас я готовлюсь к соревнованиям. В апреле, если все получится, я выступлю. Но и опять же, это не мешает моей работе. Короче, я прямо счастлив. Здесь крутое комьюнити. Я когда съездил в Турцию первый раз, я не знал, что меня там ждет. Я думаю, может быть, там будет больше отдыха, меньше обучения. Нет, это было незабываемо. То есть это не просто съездить, как Коля сказал, чтобы побухать, погулять. Там именно пять дней. Это новые знакомства, это новые возможности, это ты развиваешься, узнаешь что-то новое. Поэтому если вы сейчас еще не выполнили промо, то советую ускоряться для того, чтобы попасть туда. А если вы еще не зарегистрированы, то просто я вам рекомендую зарегистрироваться и попробовать здесь начать свой путь. И поверьте мне, вы потом скажете огромное спасибо компании, ну и мне. В общем, у меня все, что я сейчас передаю слово Ане Княжевой, нашей красавице. Аня. Всем привет. Меня слышно? Да, 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 тебя слышно. Да, все слышно, все супер. Ну что, всем привет. Всех рада видеть, слышать. Если честно, для меня выступать на такую аудиторию, это прям впервые в моей жизни. Ну, там, где страх, там наш рост. Расскажу о себе. Мне 43 года. Я из небольшого города Киров. Я, конечно, отличаюсь от многих здесь присутствующих. Кто-то из традиционного бизнеса, кто-то имел свой бизнес, кто-то вот как юроблогер и так далее. У меня история немножко другая, у меня более стандартная. Я работала очень долгое время в найме. И вы знаете, когда еще я была в школе и выбор стоял, скажем так, моей профессии, помню, мне моя дорогая мамулечка сказала, что Анют, выбирай профессию там, где работают деньги. Вот я прямо запомнила эту фразу, но тогда это были светские, скажем так, года, поэтому первое, что мне пришло в голову, это банковская сфера. Именно поэтому я поставила себе цель получить образование именно банковского дела и попасть в банк. Соответственно, я достигла своей цели, я попала в банк, потому что раньше попасть в банк, это было прям очень, это прям как подвиг. Да, жутко стрессовая работа. И от, скажем так, стандартного менеджера я доросла до руководящей должности. Очень долго я работала в руководящей должности. Точно так же я меняла другие, один банк на другой банк. Искала, думала, что будет что-то новое. И, соответственно, всегда искала возможность карьерного роста, чтобы зарабатывать как можно больше, больше и больше. И вот, будучи, еще работая в Сбербанке, ну, огласила, да, мне, помню, предложили, точнее, не то, чтобы предложили, мне предложили, да, руководящую должность, но я от нее отказалась именно для того, чтобы попроситься в отдел, который работает именно с инвестициями. потому что мне тогда эта тема была очень интересна, мне было интересно, как люди зарабатывают на инвестициях, потому что я четко понимала, что в инвестициях есть деньги. И, соответственно, когда я попала в отдел, где работают с премиальными клиентами, с крупными клиентами, мне хотелось даже именно получить опыт, мышление, то есть я хотела понимать, как мыслят, размышляют вообще люди, у которых есть большие деньги. Колоссальный опыт, ну и, соответственно, параллельно этому обучалась инвестициям, когда, скажем так, получила достаточный опыт, перешла уже в руководящую должность и, меняя банки, меняла руководящую должность, но уперлась в потолок, возможно, по половому признаку, да, возможно, потому, что, так как я нахожусь в небольшом городе, попасть именно на высокие руководящие должности было крайне проблематично. И когда я поняла, что я уперлась в потолок, не только по своей должности и по заработной плате, я начала искать дополнительный доход. Хотя, может быть, кто-то знает, что когда ты работаешь в банке, параллельно вести какой-то бизнес, ну, практически, ну, это просто запрещено. Естественно, я искала какой-то, скажем так, заработок, доп. доход, который позволяет, ну, скажем так, неофициально получать доход и который не будет пересекаться именно с финансовой деятельностью моей. И впервые в жизни я познакомилась с такой, скажем так, вообще системой сетевого бизнеса, это было в 2014 году, но благодаря партнерам данной продуктовой компании, которая, ну, скажем так, эмблему у них видеокружочком, да, они у меня напрочь отбили все желание вообще связываться с сетевым бизнесом. Особенно вот эти вот продажи порошков, бадов, то есть я считала, что это, ну, вообще, это просто бред, да, но вот Лено, Хавренко, они только лидеры, конечно, да, продуктовые компании, супер, здорово, молодцы, вот, но чисто для меня я понимала, что, ну, это не мое, я не хочу так, да, и самое главное, что меня пугало, и самое главное, что меня пугало, это ежемесячная вот эта вот активация, когда нужно постоянно всех людей тормошить, купи, 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 я понимала, что нет, все, сетевой бизнес для меня вообще полностью закрыт, то есть я даже не стала разбираться вообще, какие там доходы, за счет чего идут доходы, какие выплаты, то есть для меня именно позиция вот партнера, который меня всецело пытался затащить, полностью отбил это, скажем так, направление для меня, но в то же время, когда еще вот работая в банке, вот этот как раз сетевой, скажем так, сетевая модель, да, а точнее, ну, скажем так, MLM модель, да, она зашла как раз уже в банковскую сферу, каким образом, да, то есть нам же как сотрудникам говорили высшестоящие руководства, что пригласите нового сотрудника в банк, вы получите за это вознаграждение, да, то есть своего рода реферальная система, но в том числе, плюс еще реферальная вот эта система, которая была потихоньку внедрена в банках, это когда мы обслуживали, естественно, клиентов, да, мы просили, ну, грубо говоря, порекомендовать наш банк, либо порекомендовать продукты, как вы думаете, кто-то из клиентов привел кого-то? Конечно же, нет, во-первых, почему, потому что клиент, во-первых, сам не видит еще результаты оформляя тот или иной продукт, а во-вторых, у них, естественно, нет мотивации кого-то приглашать, поэтому, вот, скажем так, с этой системой я познакомилась еще в банке, реферальная система, да, и когда уже банковские продукты ввели именно для клиентов с реферальной программой, да, то есть вы оформили карту, в вашем личном кабинете есть реферальная программа, вы можете ее кому-то порекомендовать, и банк вам за это выплатит вознаграждение, то есть у клиентов, соответственно, появилась новая мотивация, я поняла, в принципе, что это и есть сетевой бизнес, да, потому что в данном случае вознаграждение идет напрямую тому, кто порекомендовал, вот, а не за счет того, что там клиент или кто-то другой увидел рекламу, вот, поэтому, вот, скажем так, для себя я приняла вот эту реферальную систему, и она мне уже стала близка, но так как я продолжала искать, скажем так, дополнительный доход, естественно, на просторах интернета, еще в 2000, в каком году, в 20-м году, я впервые познакомилась с криптовалютой, меня познакомили с криптовалютой, уж не буду говорить, что за компания, я познакомилась с системой, я изучила, и чем вот мне нравится в компании MediaChain, то, что здесь сейчас выпускается криптошкола, да, где любой входящий новый партнер может посмотреть короткие пятиминутные ролики, да, вот, и понять, допустим, как зарегистрировать кошелек, что такое NFT, вообще, что такое криптовалюта, да, потому что на своем примере, да, я это искала практически все на просторах интернета самостоятельно, да, то есть, как зарегистрироваться на Binance, по той ли ссылке я прошла, а то ли я сделала, да, ну, и, соответственно, в той компании, конечно же, нам тоже, ну, как такового, конечно, обучения не было, да, просто рассказывали, что вот есть, скажем так, такая монета, есть свой блокчейн, есть вот такая система реферальная, да, и тогда еще не имея, скажем так, опыта вообще в криптовалюте, да, и как это, скажем так, все работает, я поняла, да, что есть реферальная система вознаграждения, но тогда, к сожалению, я не обратила, во-первых, внимания на то, что реферальные вознаграждения, они выплачивались за счет новых людей, то есть, если ты приглашаешь кого-то, нового человека, да, то вознаграждение вычитается из его депозита, соответственно, для того, чтобы ему возместить свой же, скажем так, вычет, да, нужно потратить определенное количество времени, ну, и, конечно же, да, там были свои продукты, но, как я уже сказала, так как у меня опыта вообще в криптоиндустрии вообще не было, да, соответственно, я на многие моменты, ну, просто не обратила внимания, и плюс, ну, не обращала внимания, во-первых, что за люди стоят у руля, скажем так, да, кто управляет компанией, конкретно, что за продукты, насколько они востребованы, да, как вот сразу буду проводить, допустим, сравнение с нашей компанией, да, то есть, здесь я уже обратила внимание, да, что в наше руководство это крайне известные люди со своим бэкграундом, со своими, скажем так, профессиональной деятельностью, да, конкретно, чем они занимаются, но самое главное, какие продукты здесь есть, конечно же, когда я пришла в эту компанию, да, мне понадобилось, скажем так, ну, практически, практически три месяца для того, чтобы понять, что, да, действительно, я хочу здесь работать, но это я забежала немножко вперед, и вот когда я в предыдущей, скажем так, компании вышла на доход уже практически в три раза превышающий доход, который я вела в банке, да, вернее, получала в банке, естественно, да, то есть вот этот вот, скажем так, бизнес я вела, ну, хоря от руководства банка, сейчас, секундочку, вот, и когда, естественно, руководство, то есть я потихоньку начала транслировать это в Инстаграм, где-то в своих социальных сетях, пусть даже не умела, руководство, естественно, это все вывелось, мне сказали, что нужно выбирать либо это, либо это, и, соответственно, когда я поняла, что доход у меня вырос гораздо выше стал, я, соответственно, приняла решение в пользу инвестиционной компании и покинула банк. Мне, конечно же, многие… я просто с техникой не особо дружу, поэтому… Наверное, инвестора тебе звонят, хотят уже открыть депозит компании как это отключить… как это отключить… очень настырный человек… как это отключить параллельно… я приняла решение покинуть банк и перейти уже в онлайн, чего в принципе я и хотела, потому что я переросла свой официальный доход, я понимала, что теперь я свободна, у меня нет начальников, у меня нет. То есть я сама распоряжаюсь своим временем и так далее. Многие, конечно, накрутили мне виска, говорили, ты вообще адекватный человек, нет, ты так доросла до руководящей должности, столько времени проработала и так легко ты покидашь руководящую должность, меняя на непонятную вообще какую-то финансовую пирамиду, да, потому что данная компания, она появилась практически параллельно всем известной компании Финнико, да, вот, ну и соответственно, естественно, все компании под одну гребенку, естественно, да, и многие меня просто не понимали, как я стабильную официальную работу, причем с хорошей должностью, с хорошей зарплатой, могу просто так поменять, вот, но в любом случае я приняла решение, и плюс, плюс для меня, для меня было очень большим, скажем так, пинком, что надо двигаться дальше, что надо выкарабкиваться из своей, скажем так, финансовой, как это назвать-то, помягчатой, скажем так, ямы, да, ну, в общем, у меня произошел развод, очень, скажем так, который в подарок не оставил ипотеку, кредиты, соответственно, я понимала, что мне одной не справиться, мне моей зарплаты не хватает, соответственно, я искала дополнительный доход, вот, и когда я понимала, что здесь я могу вообще в интернете, в инвестициях особенно, да, я могу зарабатывать намного больше денег, я, естественно, приняла решение туда перейти, но, как и Женя, вот, много, когда приезжал к нам в офис и на Zoom, очень часто приводит, скажем так, пример таких компаний, где есть монета, где, когда ее покупают, да, соответственно, она растет в цене, да, приходит большой кит, да, тоже покупает монету, потом в определенный момент ее, скажем так, сливают, да, и монета падает в тартерары. Вот это и есть та самая история, благодаря которой я просто с дохода практически в миллион рублей, я падаю практически в ноль, да, я понимаю, что, во-первых, так как, во-первых, я там была тоже топ-лидером, точно так же мы ездили на, скажем так, ивенты, да, от компании, я понимаю, что у меня большая команда, что за мной шли люди, люди, да, заработали, но в то же время люди и потеряли, да, и, ну, возможно, там по своей какой-то женской натуре, да, я немножко сникла, я подумала, что все, все больше, никуда, никогда, ничего я не буду рассматривать, поэтому, ну, в любом случае, когда я понимала, что надо дальше идти, надо дальше действовать, в любом случае, я стала искать еще дополнительные компании, но уже не то, чтобы сожалея о своем предыдущем опыте, как Дениса очень часто говорит, да, я купила этот опыт, я очень благодарна своему опыту, потому что, когда я познакомилась с компанией MediaChain, я точно понимала, на какие моменты нужно обратить внимание, кто руководитель, чем компания занимается, но самое главное, ну, самое главное, какие есть риски, вот в данном случае, по, как рассчитана токеномика, то есть чисто математически мы все сидели, просчитывали, и только тогда, когда я поняла, что здесь намного безопаснее, практически безопасно, да, особенно то, что компания работает не только по России, но и вообще она международная, и самое главное, что она работает именно на привлечение медийных личностей, а, соответственно, компания не боится о себе заявлять, не боится себя рекламировать, соответственно, мои страхи ушли, и когда я в сентябре месяце узнала, что оказывается компания может открыть офис в том или ином городе, я загорелась этой целью, что я хочу открыть офис в своем городе, что нужно для этого сделать, и когда мне объявили условия, я вот сказала, что я полечу в Дубай именно с таким вопросом, как открыть офис, мне сказали, определенные условия, я их выполнила уже на момент поездки в Дубай, и, соответственно, из Дубая я вернулась уже в боевом настрое готовиться открывать офис, и вы знаете, когда я открыла офис, товарооборот очень сильно увеличился, потому что не скрывать, ну, скрывать точнее не буду, да, у нас есть очень много, скажем так, своих клиентов, да, которые остались еще с прошлой работы, с других банков, да, которые до сих пор с нами на связи, где-то даже звонят для того, чтобы проконсультироваться, да, куда вложить деньги, они безопасны ли у нас, денежные средства лежат, да, соответственно, мы сейчас их приглашаем, мы с ними общаемся, мы им помогаем, скажем так, найти, в данном случае предложить инструмент, благодаря которому, да, они могут возместить все свои убытки, которые они сейчас, к сожалению, несут в банках, да, потому что все знают экономическую ситуацию в стране, да, связанную с санкциями, связанную с заморозкой денежных средств, да, соответственно, мы клиентам уже предлагаем новый финансовый инструмент, и когда они приходят к нам в офис, да, то есть не как раньше, где-то мы там пытались там по кафешкам встречаться, естественно, воспринимали несерьезно, но люди, конечно, шли, но в основном они шли только из-за того, что они просто знали, например, меня там, да, вот, что я бывший руководитель, что я с ними раньше контактировала, как с клиентами, да, и, соответственно, они чисто шли на меня, но когда мы сейчас приглашаем именно в офис, отношение совершенно другое, абсолютно другое, и, соответственно, то есть даже если на момент открытия офиса у меня оборот был всего лишь 100 тысяч долларов, да, то на сегодняшний день у меня практически 150 тысяч долларов, то есть буквально за, ну, за две, практически за две недели, да, у нас товарооборот вырос и, соответственно, уже намечены дополнительные сделки. Поэтому в любом случае, вот я, ну, вообще, я очень безумно рада, что я, когда даже упала в ноль, потому что очень, к сожалению, много людей, в том числе и с предыдущей моей компанией, да, из моей команды, да, где до сих пор еще ведется чат и задаются вопросы, да, я всех их сюда зову как лидер для того, чтобы помочь людям восстановиться, но, к сожалению, есть такие люди, да, которые, если один раз упали, конечно же, я иногда привожу такие аргументы, что, слушай, ну, ты же, когда падаешь, ты же отряхиваешься, встаешь и идешь дальше, ведь, ну, правильно, правильно, ну, почему, если ты здесь, да, допустим, мы потеряли, точно так же, как и я потеряла, ты же можешь точно так же, как и я, сейчас снова начать зарабатывать, но только с учетом того опыта, который мы получили, вот, ну, кто-то, соответственно, это принимает, кто-то, к сожалению, встает в негативную позицию, я всегда говорю, что в любом случае, каждый решает для себя сам, как он будет жить, как он будет дальше продолжать действовать, там, да, либо сидеть и ныть, что у него все плохо, вот, поэтому мне, конечно, всегда ближе те люди, которые, даже пройдя, скажем так, термии, да, они выходят на свет, в любом случае, баланса в жизни у нас всегда есть, то есть, всегда после ночи наступает утро, день, да, когда и отливы, приливы, это всегда все стабильно, но, по крайней мере, здесь есть четкое понимание, как работает компания, что она предоставляет для клиентов, но самое главное, что она в себе объединяет практически весь спектр, вот всех этих продуктов, которые есть в криптоиндустрии, да, ну, вообще, меня прям это заряжает по полной программе, ну, вот как-то так, а, ну, и, кстати, я еще хотела, да, дополнить по поводу того, что вот реферальная система, да, она точно так же здесь есть в нашей компании, да, тоже я на это обратила внимание, то есть даже нашим своим же клиентам, когда я говорю, что вы можете точно так же порекомендовать, да, и когда клиент видит уже на следующий день, что, во-первых, он получил доход, а во-вторых, мы показываем, что если он кому-то это порекомендует, да, и он точно так же получит, не, допустим, фиксированный какой-то бонус, а именно процент от суммы сделки, да, люди на это совсем по-другому реагируют, и самое главное, что это вознаграждение идет не за счет того, что кого-то кто-то пригласил, а именно, что это выплачивает сама компания, ну, и, соответственно, когда мы с бизнесменами сейчас в последнее время общаемся, я начала делать сравнительную характеристику с традиционным бизнесом, да, то есть окупаемость бизнеса, сколько у вас вложено в бизнес, да, сколько, какой период времени у вас прошло для того, чтобы вы хотя бы вышли в ноль, да, уже не говоря о прибыли, да, а здесь есть стопроцентная, можно сказать, гарантия, да, что за 10 месяцев ваше вложение в ваш, ваш бизнес, да, окупится за 10 месяцев, поэтому вот на это очень хорошо реагирует, ну, прям, я безумно рада вообще, что я попала в эту компанию, и особенно, когда ты знакомишься с людьми, особенно, когда ты сидишь за одним столом с великим футболистом, кстати, автограф я тот продала, так что вот так, ну, блин, я думаю, ты донесла всю информацию в полном объеме, вот, поэтому давайте, ребята, у нас сейчас пункт ответа на вопросы, если есть у кого вопросы, задавайте их в чат, мы с ребятами на них ответим, и долго уже вас задерживать мы не будем. Так, 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 Коля, привет из Барнаула, привет, Ир, привет, Николай, я так рад, рада тебя видеть, ты молодец, спасибо, я тоже рад сегодня всех видеть, Заур пишет, я хочу, вот, Заур у нас хочет быть партнером компании Mediachain, Заур, напиши, пожалуйста, тому человеку, кто пригласил тебя на этот Zoom, он тебе уже более подробно даст информацию, как зарегистрироваться, как пополнить кабинет, и как здесь у нас можно зарабатывать. Я с Азербайджана, очень хочу иметь деньги, помоги изменить жизнь, Mediachain супер, а это опять у нас написал Заур, все, Заур, пиши срочно, пиши тому человеку, кто тебя позвал, не упускай эту возможность, Ник, ты супер, спасибо, все понятно, рассказал, Вася, привет, давно, кстати, тебя не видел, наконец-то начал посещать Zoom, так, 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 что в сообщениях пишите, пишите, как все круто, Аня, привет, тебе Заур написал, ай, он уже с нами, круто, видите, Николай, как донести человеку, что это не пирамида, во-первых, как донести человеку, что это не пирамида, первое, вы должны разобраться в компании на все тысячи процентов, второе, чем отличается пирамида от реально действующей компании, в пирамиде, первое, нет никаких лицензий, второе, в пирамиде нету людей, которые имеют бэкграунд за спиной, как правило, в пирамиды приглашают тех людей, каких-то либо актеров, которые ноунеймы, третье, в пирамидах нет никаких абсолютно продуктов, У нас есть на сегодняшний день 7 продуктов и уже скоро 8 продукт на подходе. 9. Пирамида выплачивает новыми деньгами, которые заходят в компанию, а у нас деньги работают. И, соответственно, вот вам несколько уже отличий компании от пирамиды. Какой процент идет за человека? Если ты лично приглашаешь человека в компанию MediChain, то ты получаешь бонусом от его инвестиции от 5 до 23%. Почему такое распределение от 5 до 23? Потому что все зависит от твоего ранга. У нас есть ранговая система, которая зависит от оборота твоей команды. Чем больше оборот твоей команды, тем больше твой ранг и тем больше, соответственно, твой процент. Что пишете в сообщениях, приглашениях, как кратко написать и заинтересовать? Да я уже лично никому ничего не пишу. Я просто беру телефон, звоню и спрашиваю, чувак, как у тебя дела? Чем ты сейчас занимаешься? А хочешь ли ты иметь еще одну дополнительную возможность, если у тебя все хорошо? Ну и хочешь ли ты еще иметь дополнительную возможность для того, чтобы увеличить свой капитал? И когда вы звоните человеку прямо напрямую на телефон, то закрытие сделок у вас вырастает примерно на 85%. Нежели что вы пишете, там, спамом занимаетесь. Спам уже не работает, это прошлое. Это одноклассники спамом занимаются. Мы, ребята, уже как бы живем в 21 веке. Мы успешные люди. Поэтому взял телефон, набрал, предложил, заработал. Давайте-давайте еще вопросы. Время у нас 9 часов. Ровный час мы провели Zoom. Вот такие вот мы молодцы. Вечер, четверг. Все, кто пришел. Кстати, в моменте у нас было, по-моему, 185 человек. Я вот вроде бы наблюдал, но я успел сфотографировать, когда было 179. Все красавцы. Вообще, Zoom зашел, не зашел, скажите, пожалуйста, дайте обратную связь. И на этом мы закончим. Всех распускаем. Занимайтесь своими делами. Давайте, огонечки, десяточки. Супер, отлично. Вот Завр вообще красавчик. Шикарный. Спасибо, Александр. Уверенности больше стало. Ну, Вась, ну ты вообще у меня где-то потерялся. Давай уже вперед. Звоню тебе, рассказываю. Говорю, год уже потерял. Вась, Николай, конечно, зашел. Десять. Отлично. Спасибо за искренность. Такие, вот опять же, кто следит за моим Инстаграмом, я сегодня. Постригся, помылся и сказал, что я с открытой душой и с чистым сердцем сегодня проведу вам Zoom. Запись, пожалуйста, пришлите. Хорошо. Запись раскидаем по всем чатам. Все. Благодарю. Лучший. Благодарю. Все. Круто. Спасибо большое. До новых встреч. Всем желаю огромнейшего профита. И увидимся со многими на ивенте.